Всем большой привет! Вы на канале Настя Зи, добро пожаловать! Если вы еще не подписаны, обязательно поставьте видео на паузу и подпишитесь, и поставьте пальчик вверх, потому что влог будет не менее насыщенным, чем предыдущий. И у меня для вас сюрприз. Та-да! Поехал Рома, мой муж, наконец-то. Мы тут, он по делам приехал, решим парочку вопросов, и через неделю уже поедем в Москву, потому что что? У Ромы день рождения, у него юбилея 30 лет! Кстати, под предыдущим видео у меня одна девушка спросила, что по итогу было после того, как Федя съела молочное... ну, кажется, молоко. Слава богу, ничего у нас не было. Там в составе находится сухое молоко. Вот. И для тех, кто на грудном вскармливании, это не есть хорошо, а те, кто как бы едят смесь, то все в порядке. Ничего страшного не может быть. Просто у нас может появиться аллергия, но ничего не было, я этому рада. Федя попробовал буквально ложечку или две, и все, я ему больше не давала, потому что мы как бы водили эту кашу рисовую. Я уже взяла другую, как вы видели или не видели, я вам покажу нутрилон. Тоже хороший состав. Вот чисто рисовые хлопья. Сейчас мы едим уже гречь его, перешли на 150 миллиграмм и даю яблоко. Яблоко мне не очень нравится, оно не задрагивает. Вот. И, наверное, я его не буду насиловать и впихивать ему это яблочное пюре. Перейдем мы на грушу. Я думаю, что она будет подслаще. И еще следующий кусочек. Первый раз сегодня. Феде 6 месяцев. Мы его подстригли. Как эта стрижка рома называется? Боб? Кроп. Кроп. Вот у Феди, как у папы, теперь тоже кровь. И у Феди сегодня первая стрижка. Да, мы пришли в специальную детскую парикмахерскую. И будем сейчас стрижать. Так, ребят, мы приехали по одному очень важному делу для нашей семьи. Я чуть позже расскажу. Не знаю, когда все пройдет, дабы не сглазить. Смотрите, родители Феде подарили на полгодика автокресло. Ну, то есть мы родители, а не наши. Вот, ведем в новом автокресле. Едет. Федя смотрит на мир, но вроде бы не хнычек. Потому что в том он, по-моему, частенько начинал хныкать. Ему не нравилось сидеть. Потому что он смотрел вот в кресло и все. Теперь даже игрушек никаких не надо. Федя смотрит по сторонам. Правда, еще не спал. Кресло мы взяли. Чика. Сайтаф. С нуля до шести лет. Вот эта штука поднимается. Здесь убирается насадка. Я сниму обзор. Вот эта штука. Вот это сидение, оно залегается. Вот это туда. Вот так вот мы сейчас выдвинули, чтобы он лежал под 45 градусов. И, конечно, может быть... Ну, нельзя его в такой возрасте, чтобы он так ехал. Посмотрел, нужно обязательно свернуть. Но, извините. Мы собираемся купить легковую машину на следующий год. Дорог. Наша задача. Потому что, все равно, не очень удобно, когда только грузовая и не есть на ней платформы. Ребят, знаете, что я купила? Новый айфончик для мужа. На день рождения его подарок. Сейчас будет очень рад. Сейчас засниму муру. Все. Давай, муж, обьелся груш. С днем рождения. Спасибо. Потом переснимешь. Ром. Ладно. С днем рождения сына. Спасибо. И тебя, конечно. Это от всей нашей большой дружной семьи. Так, идешь? Да, да. Вот твой кока. Распакулочка. Смотри, что Федор у меня тут. Сын, смотри, какая у тебя новая игрушка. Шутка у папы. Войми. Это что, айфон 11? Двадцатый. Дружочек, пирожочек. Что, включаем? Ром, ну как? Айфоном она. Это, слушай, а вот здесь... Всем приветики. Дачный лук. У Ромы тоже дачный лук. Мы крайний денек в деревне. Сегодня уже уезжаем в город. Сейчас маме помогу. Надо цветочки вырвать. Вот, все. Отцвели. Уже давно. В Хоризонтен и в Садову. Вот ты зрелики сделай. Иди, переней на резинку. Они только по морозу нашел. Поэтому они... А, ну ладно. Они просто теплые, мам. Ну, у нас все теплые, что все не поднадели. Ты же не долго будешь помочь. Так, мы уже закончили в огороде. Я пришла сюда, потому что Рома привез... Это гардеробная у родителей. Я пришла сюда, чтобы... Вот, Рома привез малышатские вещи Феде. Я хочу их, во-первых, отсортировать. Что я отдам и что я оставлю для следующего поколения. И у нас уже есть две коробки. Это вот коробка. И вот это вот то, что я готова отдать. И вот коробка. Как бы отдавать я собираюсь безвозмездно, чтобы уже все, как бы, дальше там разбирались, выбросить кому-то отдать. А остальные вещи я оставлю для следующих деток. Так, все, я разобрала вещи. Вот тут коробка с маленькими вещами. Вот здесь пакет этот прозрачный я буду отдавать. Я с ним была в роддоме. Но, насколько, что качество не очень у них у этих пакетов. И поэтому я все равно буду себе в следующий раз заказывать новые. И отдаю вот в этом. И вот здесь уже заполненная коробка. Видите, она даже до конца не закрывается. Тоже с маленькими вещами. Где-то еще были коробки. Еще, по-моему, одна. Там был стерилизатор. Подогреватель. Не знаю где. Ладно, надо посмотреть, искать. Я сейчас нарезаю айву. Вот уже сколько нарезала. Осталось совсем чуть-чуть. Айвати что? Да, не знаю, с чем сравнить. Но в ней очень много витамина С. Мама ее добавляет в компотики. Мы тоже с собой в Москву возьмем. И я ее дома тоже нарежу. И заморожу. Будем варить компот на зиму. Укреплять ему несет. Мы уже вернулись домой. Сейчас Федя будет купаться. Мы поужинали. И я хочу вам сказать большое спасибо за просмотр этого влога. Если вы еще не подписаны, обязательно нажмите на кнопочку подписаться. Поставить большой палец вверх. И до новых встреч. Пока-пока.